В нашем крае выберут самую красивую девушку. Стартует конкурс «Лицо Сибири». О том, чем он запомнится и участницам, и зрителям расскажут наши гости. Стилист и куратор проекта «Лицо Сибири» Анастасия Воронцова и директор конкурса «Лицо Сибири» Эльмира Гемодеева. Доброе утро, девушки. Рада вас видеть в нашей стране. Доброе утро. Действительно рада вас приветствовать. Огромное количество уже конкурсов красоты и различного рода мероприятий, направленных именно на красоту женскую в Красноярском крае. Каким образом вы будете привлекать к себе людей, зрителей? В чем особенность будет вас? На самом деле, наш конкурс принципиально отличается, потому что мы очень много лет делали конкурсы красоты. И, в принципе, очень много проектов, которые были осуществлены нами в индустрии моды и красоты. И это тот конкурс, который, во-первых, все-таки охватывает огромную территорию, это весь наш край. То есть, если обычно это конкурсы красоты, которые ограничиваются одним городом, то здесь мы охватываем города в Красноярского края. И очень рады, соответственно, тому, чтобы в нашем конкурсе приняли участие и девушки из других городов. Более того, мы полностью готовы взять всю финансовую, соответственно, ответственность за их пребывание здесь и за их участие в конкурсе, проживание и, в том числе, дорогу. Это первый критерий, то есть, что в первую очередь, все-таки территориальный охват, он более масштабный. Второе, это то, что здесь огромный акцент и концепция конкурса, она все-таки в том, чтобы подчеркнуть всевозможные сибирские национальные культурные ценности. И подчеркнуть, опять же, наверное, важность нашего края, тем более в преддверии такого события, как университет в 2019 году, тоже нам кажется очень важным и, в принципе, очень актуальным. Также мы в этом году, соответственно, являемся партнерами конкурса Миссы России. Абсолютно уже точно, что девушка, которая выиграет наш конкурс здесь региональный, отправится на конкурс Миссы России и станет участницей уже национального конкурса. Вот это я понимаю перспективы. Да, это на самом деле то, что привлекает девушек, и, в принципе, в этом году действительно именно вот на это, так скажем, клюнули участницы потенциальные и пришли на кастинги. Кстати говоря, вот в этом году, также это, наверное, отличительная характеристика этого конкурса, она заключается в том, что было пять отборочных туров впервые. Вот это да. То есть, если обычно на конкурсе красоты это один и не более кастинги проводятся, то здесь их было пять. То есть, больше того, мы этот проект задумывали очень давно, и на протяжении последних двух лет уже подбирали для него, соответственно, потенциальных, опять же, участниц. А что же столько времени-то можно отбирать? Пять? Пять? Для того, чтобы выбрать 25 девушек, мы просмотрели 1100 девушек. Вы представляете, каковы критерии? Когда мы получили партнерство с Мисс Россия, конкурс еще отличается тем, что он не просто конкурс красоты, да, где оцениваются там творческие навыки девушек. Это жесткий моделинг, это жесткие профессиональные требования, и девушки после конкурса получают возможность работы в фэшн-индустрии. Поэтому требования Мисс Россия очень серьезные, и модельные параметры во всех девушках отслеживались полностью. Вот, кстати, о модельных параметрах и вообще о критериях, которых вы придерживались при отборе вот этом вот жестком, скажем так, где 1100 было, и вот всего 25 осталось. В первую очередь, конечно же, возрастные ограничения. У нас могут принять участие девушки только от 16 до 26 лет. Это вот, наверное, самое основное. Далее, это, конечно же, рост от метра 70 сантиметров. Ранее, кстати, мы проводили с ограничением метра 74, но вот в этом году приняли решение, что все-таки немножко нужно... На самом деле, в принципе, молодежь, она сейчас немножко пониже идет, ну, то есть, какой-то такой средний рост. 170 уже может быть много лет. Поэтому 170 теперь уже, соответственно, да, это потенциальная участница конкурса. Мы также отталкиваемся от национального конкурса Мисс Россия, где тоже появились участницы с таким ростом. Поэтому, в принципе, соответствуем тенденции, так скажем. Также это, естественно, приятная внешность. Ну и все-таки, как мы говорим, всегда не только внешние критерии нам важны. Нам важны интеллектуальные способности девочки, потому что все-таки титул «Лицо Сибири» — это девушка, которая совмещает в себе некоторую совокупность интеллектуальных качеств, внешних качеств, каких-то, возможно, характеристик личностных. Это сильная личность, это уверенная в себе личность. Собственно говоря, это и мы воспитываем в течение трех месяцев наших участников. А вот на этих пяти отборочных турах тоже как-то проявлялись интеллектуальные составляющие? Конечно, конечно, конечно. Понимаете, когда девушка приходит на кастинг, помимо общих требований, мы оцениваем такую характеристику, как фототипаж. Потому что вы замечали, да, что иногда девушка в жизни может выглядеть, ну, по мнению окружающих, очень средне, но когда ты работаешь с ней на фото- или видеосъемках, она абсолютно другой типаж. Да, и есть, вот многие знают, что те же известные модели, смотришь профессиональные работы, вау, да, потом смотришь, допустим, непрофессиональную съемку, она очень обычная. Вот это и есть понятие фототипажа. Поэтому мы отслеживали и вот эту составляющую, чтобы девушка могла работать в профессиональной модели, участвовать в съемках. Но, естественно, мы с ней, когда уже отбираем, да, девушку, мы с ней разговариваем и любим задавать вопросы. И многие участницы, у нас будет одна участница, которая из Москвы переехала в Красноярск, вернулась, отучившись пять лет в Москве, и она популяризировала Сибирь в Москве. И она безумно влюблена в проект на Бирюсе и говорит, я не хочу нигде жить, кроме как в Сибири. И на кастинге, как раз на эту тему она говорила с Эльмирой, и это была последняя финишная точка, которая помогла ей попасть в наш проект. И вы поняли решение, да, чтобы... А хорошо, а вообще сколько времени проходит от начала, скажем, от кастинга и до финала? Это, как раз-таки, тоже отличительная особенность нашего конкурса. Это три месяца, очень плотные подготовки, ежедневные. А плотность подготовки, она в чем выявляется? Это всевозможные занятия хореографии, дефиле, спортом, это специалисты по питанию, которые, соответственно, ведут девочек, это занятия по актерскому мастерству, авиаторскому искусству, по психологии. Они занимаются, на самом деле, всеми теми дисциплинами, которые так необходимы современной девушке. И это все есть в их программе непосредственно. А помимо этого, у нас девушки будут проходить мини-курс по истории Сибири, потому что нам очень важно все-таки, чтобы широкая публика, которая придет на наш финал, что-то узнала нового, потому что про историю Сибири мы знаем на самом деле очень мало. Вот скажите, пожалуйста, кто проживал на территории нашего края, либо Сибири до прихода суда русских. Вы знаете? Это те национальности, о которых идет речь, многочисленные национальности нашего края? Нет, 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 нет. О чем речь тогда? Намекните нам в какую сторону? Вы не знаете. А вот если вы придете на наш конкурс, вы узнаете, кто проживал. Да, мы можем открыть секрет в том, что в этом году интеллектуальный конкурс будет как раз-таки ограничен тематикой истории Сибири. Ой, как интересно. Слушайте, ну вот есть у нас еще информация о том, что будет некое задание под названием персонажа. Что это за тест такой? Вот его можно приоткрыть в лесу, Таня? Это не тест. На самом деле его девочки будут выполнять в течение месяца. Им нужно будет придумать любого киногероя, неважно мужского пола или женского. Соответственно, в течение месяца подобрать идеальный образ, идеальную всю трибутику, весь реквизит для того, чтобы, соответственно, потом по итогу сделать снимок себя и этого киноперсонажа, киногероя. Это не живущий, не знаю, реальный персонаж или можно там в Микки Маусу перевоплотиться? Это может быть Микки Маус, это может быть кто угодно, то есть это может быть, соответственно, какой-то выдуманный мультяшный персонаж. Но посмотрим, как девочки справятся с этим заданием. То есть это все своими силами собирается образ? Это все своими силами, абсолютно, да. У нас вообще, в принципе, в этом году очень много таких заданий интересных, творческих. Вот, допустим, сейчас девочки у нас выполняют задания, связанные с тем, что им необходимо написать миниатюру, историю из жизни, реально существующую из их жизни. С нотками драматическими, лирическими, с комическими, какими-то эмористическими нотками, опять же. И 15 апреля они будут на творческом вечере защищать, соответственно, себя, делать презентацию этой истории. Ну, как сложно. Я объясню, зачем нужна такая сложная подготовка, потому что она помогает девушкам раскрыться. Ни для кого не секрет, что, как правило, у нас кухня звезд. То есть у нас реально кухня звезд. И мы предоставляем каждой девушке уникальную возможность раскрыть себя это раз. Во-вторых, показать себя перед нашими потенциальными партнерами. И в будущем стать телеведущими, быть лицом какого-то бренда. И вообще реализовать себя. Потому что, допустим, уже сейчас у нас запросы от наших партнеров. Вот нам в такое-то издание нужно, вот, пожалуйста, предоставьте нам. Мы говорим, ну, вот сейчас мы три месяца с девушками поработаем, и потом будем как бы рекомендовать. Поэтому, естественно, на финале будет конкурса призы от наших партнеров, в том числе и возможность где-то девушкам себя проявить, куда обычно достаточно сложно попасть на работу. Ну, тогда у вас есть возможность прямо сейчас пригласить людей, гостей. Я так понимаю, уже участников набрали? Участницы они набрали, но мы, на самом деле, до конца апреля еще ведем кастинг, ведем отборочные туры и готовы отсматривать новых девушек, новые заявки. Поэтому спешу всех пригласить к нам, номера телефонов, это все указано. На самом деле, в сетях это все можно найти, поэтому будем рады видеть. И у нас, естественно, есть аккаунт в Инстаграм, он звучит по-английски Face of Siberia. Вот, пожалуйста, лицо Сибири, да, Face of Siberia. Подписывайтесь, следите за нашими новостями, потому что известные красноярцы будут приходить к нашим девушкам и работать с ними, проводить мастер-классы. Естественно, об этом мы оперативно будем сообщать в нашем Инстаграм. Спасибо огромное, желаем вам удачи. Я думаю, что еще раз встретимся с вами в нашей студии уже перед самим мероприятием, перед финалом. Но еще раз представлю наших гостей, стилист и куратор проекта «Лицо Сибири» Анастасия Воронцова и директор конкурса «Лицо Сибири» Эльмира Гемодеева были у нас в гостях сегодня. Спасибо огромное, что столь ранее сейчас не поленились и пришли к нам сегодня. Спасибо.